Здравствуйте! Сегодня ни для кого не секрет, что банки с черной икрой уже давно стали предметом роскоши благодаря браконьерам. Это еда для обладателей тугих кошельков. Этот дорогой деликатес всегда был на столах привилегированных персон. Сегодня эта закуска все еще может подарить вам вкус сладкой жизни. Иногда икру называют черным золотом, и это неудивительно, ведь чайная ложка этого деликатеса стоит больше, чем обед в хорошем ресторане. Для большинства из нас черная икра – это недопустимая роскошь. Ведь ценники на нее в закрытых на замок шкафах супермаркетов отпугивают даже средний класс. Цена является отражением катастрофического состояния популяции осетровых, за которыми охотятся браконьеры, зарабатывая миллиарды на этом в буквальном смысле черном рынке. Но оказывается, что при этом осетров можно с успехом выращивать в неволе, без угрозы для жизни, доить их раз в два года, законно получая икру. После, дойки, которая проходит с хирургической точностью, живая рыба отпускается обратно в водоем. Это намного лучше, чем традиционный способ получения икры, вылова из обоя рыбы, которая еще десятилетиями могла бы давать потомство. Начало работ по их искусственному воспроизводству приходится на вторую половину XIX века, когда произошло падение уловов осетровых рыб. Осетровые относятся к долгоживущим полицикличным видам рыб, в естественных условиях они размножаются многократно с интервалами между последовательными нерестами от одного года до нескольких лет. При искусственном разведении прижизненное получение спермы у самцов осетровых осуществляется достаточно легко. И все же, почему цена черной икры доходит до нескольких тысяч долларов за килограмм? Из чего складывается стоимость этого деликатеса, и почему спрос в несколько раз превышает предложение? Попробуем ответить на эти вопросы. Чтобы увидеть как выращивают рыбу, нужно отправиться на обычную ферму по разведению осетровых. В этой емкости 12 тысяч маленьких осетров, им всего пара дней от родов. Пока эти будущие производители деликатеса больше похожи на головастиков, чем на рыб. Стоимость этой слегка подросшей икры, всего 3 рубля за штуку. Первую неделю каждые 30 минут их кормят специальным кормом с высоким содержанием протеина. Это смесь рыбной муки с витаминами. За развитием молодых осетров нужен глаз да глаз. Здесь самое важное, чтобы корм опускался на дно. Осета рыба, обитающая на дне, то есть рот у нее снизу. Если корм останется плавать на поверхности, мальки просто умрут с голоду. По мере того, как рыба растет, ее кормят реже. Рыба выделяет токсичный метаболит. От него вода очищается особыми бактериями. Персонал ежедневно проверяет воду, чтобы убедиться, что бактерии справляются со своей работой. Через несколько месяцев рыбу переводят в большие по размеру садки. Здесь твердые отходы оставляемые рыбами, фильтруются большими барабанами. Насосы постоянно прокачивают воду через маленькие пластиковые контейнеры, в которых содержатся все нужные бактерии. Такая циркуляция воды также убирает из нее углекислый газ выдыхаемой рыбой и насыщает воду нужным ей кислородом. Попадающая в садки патока уничтожается полезными бактериями и помогает им справиться с выделяемыми рыбой и метаболитами. Через два месяца малыши достигают 10-сантиметровой длины. Их сортируют по размеру при помощи такого вот сита. Вся мелочь остается в корыте, а тех кто побольше пересаживают в отдельный бокс. За два месяца стоимость осетра возрастает в 7 раз, до 20 рублей за осыпь. Если бы все 12 тысяч мальков выросли, это бы стоило 240 тысяч рублей, хорошие деньги. А вот несколько сотен лет назад на Руси в дешевой рыбной лавке икра стоила ровно столько сколько шматок сала. Покупали ее в основном крестьяне. Князья и бояре деликатесом черные икринки не считали, предпочитая пировать золотистой щучьей икрой на столах. Настоящим деликатесом и показателем роскоши исторически она стала не так давно. Икра в давности была всего лишь продуктом питания русских рыбаков и охотников еще с 9 века. Несколько веков позже черную икру стали подавать к царскому столу. Дворцовые рыбаки поставляли ко двору полторы тысячи осетров в год. Уже позже, с легкой руки Петра I в Астрахани была создана специальная рыбная контора по добыче осетров и черной икры. Лучшей в России всегда считалась троечная икра, которая доставлялась в столицу на тройках из Астрахани в срок не более трех дней. Россия контролировала икорный бизнес на всем Каспии. В Северной Америке столетия назад черной икрой кормили рабов на плантациях. Разглядеть в икринках деликатес помогли русские иммигранты в середине 19 века. С этого момента цена на черную икру начала расти. Дважды в год в хозяйстве проводят плановые осмотры рыб подростков. Этот процесс называется бонетировка. Осетровых осматривают, взвешивают, а главное отделяют самцов от самок. Сделать это не так-то просто. В возрасте двух лет мальчиков от девочек можно отличить только при помощи ультразвукового исследования. На репродуктивных органах, тех, в которых развиваются половые клетки, у самок есть продольная бороздка. Основная ценность рыбохозяйства в самках, ведь именно они дают икру по достижении 8-9 лет. Суровая правда жизни в том, что кормить самцов – дорогое занятие. Достаточно одного-двух для воспроизведения потомства. Так что молодых самцов отправляют в рыбный магазин. К четырем годам их вес достигает пяти килограммов, а стоимость увеличивается до пяти тысяч рублей за особь. Корм, уход, медосмотры, все это включается в финальную стоимость икры. Идеальные условия для осетровых складываются из нескольких составляющих. Это корм из рыбной муки и витаминов, а также проточная вода с постоянной температурой 12-15 градусов. При соблюдении всех правил самки осетров достигают половой зрелости к 7-9 годам. В то же время в природе икру они впервые мечут лет в 15-18. Дело в том, что на свободе рыбы нагуливают вес только летом, когда много корма и теплая вода, а зимой они впадают в спячку. Ну, а в рыбном хозяйстве, тепличные условия круглый год. Долгое время в Советском Союзе икра даже не считалась особенным деликатесом. Осетровых было много, их ловили и вспарывали им брюхо. О популяции особо не заботились. Хватало и на внутренний рынок, оставалось и на то, чтобы обеспечивать черной икрой значительную часть земного шара. Как же добывают икру сегодня? Через 5 или 7 лет рыба достигает в длину не менее метра и обычно уже полна икры. Рабочие вылавливают рыбу в ведра и пускают туда газ, который усыпляет ее. Усыпленную рыбу легко можно взять руками и перенести на ультразвуковую станцию. Тут с помощью высокочастотных звуковых волн у каждой рыбы проверяют ястык, тонкую, но прочную пленку, которая образует оболочку, в которой находится икра. Это дает понятие о репродуктивной способности осетров. В рыбе должны быть сотни тысяч икринок. Если их нет, рыбу возвращают в садок, чтобы она росла дальше. Здесь следует сделать оговорку, что получают икру от рыбы двумя способами, это деликатный и забойный. При деликатном способе рыбу извлекают из водоема и это можно делать только весной. Для этого в каждом рыбном хозяйстве огромную рыбину помещают на родильный стол. Затем рыбовод скальпелем аккуратно подрезает яйцеводы. Еще этот метод получения икры называется прижизненным. После процедуры самка быстро восстанавливается, и уже на следующий год способна вновь давать потомство. За всю жизнь рыбы таким образом можно получать икру до шести раз. Большинство не знают, но вкус такой икры отличается от икры полученной забойным способом. При деликатном способе икринки имеют больший размер и более толстую оболочку, однако вкус менее ярко выражен. При этом не важно каким способом добывается икра. В обоих случаях витамины и микроэлементы сохраняются. Единственное, что забойная икра стоит чуть дороже. На баночке будет написано, что икра получена прижизненным способом или обозначена, что она получена из рыб осетровых аквакультуры. Во втором случае это означает, что икра забойная. Добываемая икра фонтанирует, как нефть из скважины. Вот только одна 160-литровая бочка нефти стоит дешевле, чем 50-граммовая баночка черной икры. Невооруженным глазом отличить зрелую икру от несозревшей невозможно. Тут нужен микроскоп. В каждой икринке есть ядро, это маленький зародышевый пузырек. В незрелой икре он расположен у внешней стенки икринки. По мере созревания, ядро передвигается к центру. На поверку оказалось, чем светлее черная икра, тем выше ее стоимость. Молодой осетр до 20 лет дает черную икру, 45-летняя самка мечет серую икру, а от осетра старше 85 лет можно получить элитную икру, отливающую золотом. Самой редкой и экзотической считается белая черная икра. По сути это ошибка природы. Эти икринки получают от осетра альбиноса. Икра белуги альбиноса многим недоступна не только из-за ее стоимости, но и из-за редкости, поскольку рыба занесена в Красную книгу. Заказывать деликатес надо заранее, и ждать придется четыре года, так как в год добывают всего несколько десятков килограммов такой икры. Постепенно популяция белук альбиносов восстанавливается, но займет это не одно десятилетие. В Лондоне есть сеть ресторанов Кэвиахаус Пруньер ин Пикадилле, где можно попробовать белую икру. Подают ее на золотом подносе. В год ресторан заказывает всего 4-5 банок деликатеса по 1,8 килограмма. Один килограмм икры стоит здесь примерно 25 тысяч долларов США, а за небольшую баночку придется заплатить 1500 долларов США. Так почему же икра такая дорогая? Осетровые — это древнейшие представители фауны на земле. Они пережили мамонтов и ледниковый период, а вот браконьеров в 20 веке пережить, увы, не смогли. Стерлить, белуга и осетр в природе почти исчезли. Один из главных факторов дороговизны черной икры — ее отсутствие в живой природе. В этом хозяйстве все силы направлены на выращивание рыбы, а для этого икра нуждается в оплодотворении. Для этого в емкость с водой опускают только что полученную икру и смешивают с молокой самца. Обязательно добавляют обесклеивающий раствор на основе коры дуба. Дело в том, что икра обладает природной клейкостью. Ведь в реке сразу после нереста икринки должны прилепиться к камням, чтобы их не унесло течением. Оплодотворенную икру помещают в инкубатор. В отсеке с икрой постоянно добавляют свежую воду и методично встряхивают, чтобы обеспечить поступление кислорода. Через неделю из икринок выклевываются мальки, те самые, с которых мы и начинали свой рассказ. Для того, чтобы получить икру, необходимую для продажи, истыки моют, а потом отправляют в холодильные комнаты с фильтрованным воздухом. Это два истыка сибирского осетра. Тут полно сырой икры. Рыбьи яйца вот-вот станут настоящей икрой. Они очень хрупкие и отделять их от мембраны нужно очень осторожно. Этот рабочий аккуратно протирает икру через сито. Женщина убирает оставшуюся мембрану и поднимает сито, оставляя внутри тысячи икринок. Но эта икра еще не готова. Теперь икринки несколько раз промывают холодной водой, чтобы смыть все примеси. Такие как кусочки лопнувших икринок и кусочки мембраны. С помощью пинцета убирают оставшиеся кусочки мембраны испорченных икринок, пока не останется только чистая и отборная икра. Икру переливает в большой дуршлаг. Объем массы уменьшается по ходу того, как сходит вода. Сухую икру взвешивают и засыпает в нее соль, отмеряя количество соли равную половине процента от веса всей икры. Такое точное соление усиливает аромат продукта и продлевает его срок хранения. Икра кладется в лед на несколько минут, чтобы впитать соль. Соль выделяет из икры жидкость, поэтому ее процеживают еще раз. Потом остатки жидкости убирают бумажным полотенцем. Работник осторожно убирает полотенце, не повредив икринке. Икру плотно упаковывают в банку, чтобы не осталось воздуха, который может испортить продукт. Банку запечатывают толстой резиновой лентой. В продажу идет икра неоплодотворенная и вывести из нее рыбу не получится. Также, как не получится вывести цыпленка из магазинного яйца. На производство этой икры ушло несколько лет. Рыбу вырастили на ферме и ни один дикий осетр при этом не пострадал, а это значит, что столь дорогой редкий деликатес был сделан без какого-либо вреда природе. На этом все. Если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!